Изучив этот урок, вы уже не будете прежними. В этом уроке я буду рад поделиться с вами 20 правилами высокой эффективности. Во-первых, эффективность. Что это слово значит? Эффективность — это отношение достигнутых результатов к затраченным на это ресурсов. То есть, получается, если вы просидели на берегу 5 часов и за 5 часов поймали одну дохлую селедку, получается, у вас эффективность не такая высокая, как вы бы хотели. А если, посидев там 30 минут, вы уезжаете с берега, с полной цистерной рыбы, то получается, эффективность у вас чуть выше. Это учитываем и то, что задача у вас стояла не в том, чтобы наслаждаться видами и отдыхать, а именно в том, чтобы максимальное количество рыбы из этой посиделки извлечь. Понятно, да? Потому что вдруг, если задача — это насладиться природой, отдыхать, а удочка в руках — это лишь повод и какое-то развлечение, тогда эффективность мы здесь убираем. То есть, об эффективности идет речь, когда у вас задача извлечь максимум пользы, твердой пользы результата, учитывая, что вы на это дело затратили минимальное количество усилий. Помните, я вначале сказал, что изучив этот урок, вы не будете прежними. Почему? Потому что сложно будет не начинать внедрять какие-то из правил, о которых вы узнаете здесь. Этот урок изучив, а вдруг... И даже здесь я подготовил вам вот такой выдающийся график. Вы, наверное, понимаете, что он будет не без юмора, потому что шуточки никто не отменял. Но и в то же время, конечно, шутить-то я люблю. Но те правила, о которых будет идти здесь речь, они выстраданы. Они написаны кровью. И я рад с вами ими поделиться. Чувствуете себя безопасно. У меня нет онлайн-курсов платных. У меня все онлайн-уроки в открытом доступе. У меня нет задачи этим уроком вызвать у вас какое-то желание, чтобы пригласить вас прыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Нет. Я записываю этот урок, чувствуя искреннее желание поделиться приемами, которые показали свою эффективность не только в жизни моей, но и в жизни моего окружения в том числе. Итак, по поводу графика. Да. Вот смотрите. Ось Х у нас – это время. Ось Y – это Э – эффективность. И обратите внимание, видите, здесь вот такая рисочка стоит. Это сейчас. Вот до изучения этого урока ваша эффективность, она вот примерно вот такая. Я думаю, вы позволите мне, Роскош, так шутить, и не будете на меня обижаться. А если будете, то не слишком сильно. Но достаточно, чтобы было интересно. Ладно. Цифра 1. Вот, вы изучили урок, да? А цифра 2 здесь. А изучив этот урок и плавно внедряя в жизнь то, о чем будет идти здесь речь, ваша эффективность начнет расти вот так, в какой-то космос, в какую-то бесконечность, каким-то наилучшим образом. А может и нет. Зависит от вас. Я не могу ничего никому дать. Я могу лишь давать. А дам я или нет, зависит от того, возьмете ли вы. Кто-то придет в этот урок с маленьким наперстком и извлечет отсюда для себя какое-то предложение, которое возбудило кончики нейронов его головного мозга, пригласив как-то по-новому взглянуть на привычные вещи. А кто-то, может быть, детально законспектировав этот урок полностью, будет его использовать как техническое задание на предстоящую жизнь. Может быть такое? Не исключено. Но это я к тому, что я настаиваю, что не все, о чем будет идти речь в этом уроке, будет для вас полезным, но какую-то одну идею, одно правило вы точно извлечете. Трогательный рисунок, график, как вам? Я думаю, похоже на что-то выдающееся, правда? И двигаемся уже к самим правилам. Итак, вводное слово, я могу сказать, оно люто прозвучит, но я надеюсь, вы меня простите. Человек устает и ненавидит свою деятельность не потому, что он работает много и старательно, а потому что работает он бестолково и не использует те правила, о которых будет идти речь здесь. Зачастую человек имеет склонность к формированию таких событий и взаимоотношений, чтобы подтверждать привычные убеждения о себе, о других и о мире, проживать привычные эмоции. И об этом тоже будет идти здесь речь. Потому что если человек считает себя ничтожеством, занимающимся ненавистным делом, и все валится из рук других людей козлами и плохими непорядочными редисками, а мир – это место, где он вынужден страдать, и у него, как мышца от тренированной эмоции, знаете, как привычка чувствовать стыд, вину, сожаление, обесценивая себя и мир вокруг, то он будет не осознавать, как он будет порождать соответствующие взаимоотношения и события в профессиональной деятельности и с точки зрения своей эффективности. Итак, ладно, и об этом в том числе будет звучать речь в этом уроке. По поводу пунктов. Смотрите, как я приглашаю сделать? Я буду называть эти пункты. Вы можете с каждым из них, познакомившись, ставить урок на паузу и сформулировать его письменно. Это будут правила. То есть правила. Допустим, правило первое, которое бы я пригласил вас сформулировать. Перед любой активностью я заполняю формулу. Я кто? Что собираюсь делать, чтобы решить какую задачу и чтобы получить какой результат? Я кто? Что я собираюсь делать, чтобы решить какую задачу и получить какой результат? Правило первое. Кто я? Что я собираюсь сделать, чтобы решить какую задачу и получить какой результат? Заполнять эту формулу перед любой активностью. Я, творческий человек, педагог, планирую сейчас записывать урок на тему 20 правил высокой эффективности, чтобы таким образом обогатить библиотеку своих уроков дополнительным учебным материалом. И в качестве результата в том числе это, знаете, почувствовать радость от сделанного дела. Мною двигают вот эта эмоция радости от сделанного дела. Ну и к тому же никто не отменял приумножение и радость от приумножения своей востребованности, занимаясь любимым делом. Смотрите, кто я? Что я собираюсь делать, чтобы решить какую задачу и получить какой результат? Если вы думаете, что другие люди заинтересованы в вашем процветании, то вы слегка ошибаетесь. Нет. Как правило, человек эксплуатирует другого человека, используя другого как средство для достижения своих целей. И единственный человек, заинтересованный в вашем росте, это вы сами. И каждый раз, что бы вы ни делали, вы напоминаете себе, кто я, что я сейчас собираюсь делать, чтобы решить какую задачу и получить какой результат. Я писатель. Собираюсь сейчас работать над компоновкой глав книги, чтобы сделать ее более полезной, читаемой и востребованной и любопытной среди дорогих читателей. Видите, вы таким образом словно настраиваете себя и раскаленным ножом входите в массовое пространство, ожидающее вас деятельности. А если это намерение, таким образом словно формулируете. Это правило первое. Вы его написали. Смотрите, по поводу изучения этого урока. Как можно по нему продвигаться? Вы конспектируете для себя и формулируете, пишете правило. Вот первое сейчас прозвучало. Далее, что это правило значит для вас? И далее, какую вы видите пользу от применения этого правила в вашей жизни? И как вы будете это правило в жизнь внедрять? Я, допустим, когда вхожу в пространство тренажерного зала, у меня три тренировки в неделю в среднем, я человек, заботящийся о своем здоровье, прихожу в тренировочное пространство и буду выполнять тренировку со своим тренером, сколько однокоренных слов, правда, чтобы компенсировать сидячий образ жизни, выполняя базовые упражнения, чувствовать себя прекрасно. Поехали! Это первое правило, да. Вы его сформулировали. О чем оно для вас? Что оно для вас значит? Какую вы видите пользу от его применения в жизни? И как планируете вы его в жизнь внедрять? Первое правило, мои дорогие. Двигаемся дальше. Итак, второе. Я заранее организую пространство деятельности так, чтобы минимизировать количество отвлекающих меня факторов. Смотрите, помните, я выше сказал, что эти правила, они выстраданы, написаны кровью, можно сказать. Красивая метафора в тему. Вот представьте, если сейчас бы я записывал урок, и рядом бы кто-нибудь бегал, бы меня отвлекал, или мне бы постоянно поступали звонки, или бы кто-то стучал в двери моего кабинета. Но я сейчас дома записываю этот урок в зале, сын у меня сейчас в школе, супруга в спортзале, и вот спокойно сейчас я у самого была утром тренировка, пообедав спокойно, заранее подготовившись к этому уроку, сел его записывать. Если бы передо мной стояла задача сегодня, например, записать какой-то большой урок или провести прямой эфир, я бы, конечно, это делал, например, в кабинете. У меня есть кабинет рядом с домом, в котором я тоже занимаюсь записью уроков. То есть я заранее учитываю, нет ли у меня отвлекающих факторов, а если есть они, как их минимизировать. Если человек заранее не сформулировал для себя пространство, где отвлекающих факторов минимальное количество или их нет, то он, получается, сформулировал для себя пространство, где точно его внимание разберут другие. Это правило второе. Заранее учесть пространство деятельности, где количество отвлекающих факторов минимально. Ну вот я сейчас привел вам пример. Ну, кроме того, здесь это работа в кабинете или спокойное занятие любимым делом. Но смотрите здесь, какой важный момент, что если бы у меня, представьте, были бы какие-то с кем-то сейчас договоренности, соглашения, и именно сейчас кто-то что-то от меня ожидал и регулярно бы мне звонил и спрашивал, ну когда? Да. Тоже как отвлекающий фактор. То есть учитывать, что из себя представляет ваш менеджмент ваших соглашений с другими людьми. И тоже вы органично учитываете. Вы знаете, заранее сформулировать для себя форму, как пространство вашей деятельности, порождение результатов является содержанием этой формы. Форма не терпит вакуума. То есть прежде чем чем-то заниматься, необходимо сформулировать для себя форму, пространство. И правило второе здесь, это чтобы минимальное было количество отвлекающих факторов. Даже когда в кабинете я произвожу учебный день, например, самостоятельную работу, допустим, то я заранее учитываю, что будет представлять из себя мои приемы пищи. Понимаете? То есть заранее они запланированы, в какое время, каким составом. Это важный момент. То есть заранее сформулировать пространство так, чтобы количество отвлекающих факторов было минимально. Третье правило. Я заранее планирую свой день завтра. А если я забыл это сделать. Я планирую утром свой день сегодня. А если я вообще такой крутой и необычный, то я заранее планирую свои дни на будущей неделе. Я заранее планирую свой день завтра. Это третье правило, и разрешите я его так сформулирую относительно завтрашнего дня. Я заранее планирую свой день завтра по трем ключевым точкам. Забота о себе, создание системы, укрепление ценностей. Забота о себе, создание системы, укрепление ценностей. Три ключевые точки. Если вы принимаете решение и организуете свою жизнь так, что ваше решение, ваше поведение, оно созвучно с каждой из этих трех точек, можно сказать, по ним проходит прямая или луч, или векторы, это сонаправлены, то любой вам ветер попутный. Итак, я заранее планирую день завтра по трем ключевым точкам. Забота о себе, создание системы, укрепление ценностей. Забота о себе. Это наш биологический компонент. Вот у меня день сегодня, является ли он заботой о себе? Да, я сегодня выспался, я очень внимателен к сну. Кроме того, завтрак, обед у меня уже есть за плечами. Между ними у меня есть тренировка в зале сегодня у меня была. Сегодня четверг день недели, у меня преимущественно тренировка вторник, четверг и суббота. В десять утра. Итак, это забота о себе. Забота о себе. Я заранее отдаю себе отчет в том, что сегодня меня ожидает хороший сон. Не в три часа ночи, знаете, а там примерно мы с семьей примерно в одиннадцать часов вечера отправляемся спать. Иногда в полодиннадцатого примерно вот так. Подъем у меня примерно в восемь двадцать. Это я к тому, что забота о себе, это забота о своем телесном компоненте. Далее. Себя побаловать также можно, что вы там вводите для себя, имейте в виду. Далее. Второй момент – это создание системы. Я сейчас инвестирую свое драгоценное время, желание, огонь в запись этого урока. Я его сохраню и в дальнейшем, продвигаясь дальше, занимаясь иными делами, этот урок будет доступен для вас. А может быть и станет главой одной из моих последующих книг. Тоже это важный момент. То есть это компонент, которым я укрепляю как бы систему. Вот то, что вы делаете, является ли это тем, что позволяет вам усиливать систему. Смотрите, вот в отношении создания системы. То, что вы делаете, это вы носите голыми руками воду в ведрах или строите водопровод. Если человек тысячи раз повторяет одно и то же и каждый раз, как впервой, наступает на граблю, носит голыми руками воду в ведрах. Если он формулирует для себя принципы правила действий, чтобы в дальнейшем принимать решения в соответствии с ними и не затрачивать на раздумье тысячи часов, он строит водопровод. Если человек конструирует правила жизни для других людей, он строит для них водопровод. Да, метафора. Это не с водой он связан, метафора. Это метафора, что вы используете потенциал, заложенный в территории, вы используете течение, ставите там винты, чтобы, построив гидроэлектростанцию, она вырабатывала вам электричество. Или ставите там сети, чтобы без вашего участия она ловила вам рыбу. Метафора вот такая. Итак, это создание системы. И третий момент. Укрепление ваших ценностей, в соответствии с которыми вы живете и принимаете решения. Вот какие ценности отражаю я этим уроком? И даже актом его записи и публикации какие ценности, созвучные со мной, усиливаю? Это творчество. Это важный для меня момент. Разрешение себе заниматься любимым делом, которое созвучно со мной до мозга костей. Каждый раз, завершая работу над которым, я чувствую радость от сделанного дела. Творчество. Это ответственность. Потому что то, о чем мы говорим с вами здесь, это все находится в некой системе координат, что человек способен влиять на происходящее в его жизни. Я же здесь не говорю, что в вашей жизни ничего от вас не зависит. Это вылезщепка, которая плывет по речке и является следствием воздействующих на нее причин. Нет, я здесь подчеркиваю, что вы сами являетесь капитаном корабля вашей жизни. И во многом от вас зависит то, куда и как вы плывете, и каким образом или нет вы наслаждаетесь процессом. Вот видите, это укрепление ценности. То есть то, что сейчас в сегодняшнем дне происходит, да, это наше следующее правило. Это то, что я делаю сегодня, оно является заботой обо мне, оно является созданием системы, и оно укрепляет ценности, которые вы можете также для себя сформулировать. Вот то, что я, вот в моем случае, да, запись этого урока, как пример, это творчество, ответственность и системный подход. Это к тому, что записав этот урок, его опубликовав, есть возможность в дальнейшем продвигаться дальше, а этот урок конструирует, например, лояльность и благодарность по отношению ко мне. Видите? Итак, получается, у нас уже за плечами есть три правила. А как это правило можете использовать вы? Двигаемся дальше. Следующее правило может вам понравиться, может нет. Я, честно говоря, вот это правило, о котором я сейчас скажу, я не применяю его в жизни. Но я знаю, что оно работает, оно может быть полезным. И если вы чувствуете, что это именно то, что может вас поддержать, смело берите. Это я завожу напарника, с кем вместе, созвонившись или списавшись, мы друг другу подтверждаем о сделанном сегодня. То есть зачастую человеку необходим внешний наблюдатель, который будет мотивировать его к росту. У меня в моем случае нет необходимости в напарнике. Я сам, знаете, как турбовенник, чувствую искреннее желание продолжать, занимаясь любимым делом. Меня наоборот зачастую не оторвать. Это занятие любимым делом, подготовка, запись уроков, работа в очном формате, в живом с практикой, с группами. Это изучение, исследование, самостоятельная работа. Я это очень люблю. Но иногда бывает зачастую, особенно может быть на старте, когда вам необходимо какой-то пинок извне. Завести напарника. И вы можете даже в комментариях к этому уроку написать. Всем привет, меня зовут Так, я из такого города. Буду рад или буду рада иметь напарника, с кем вместе подтверждать итоги дня. Смотрите, здесь дело не в том, чтобы произвести впечатление на другого человека. А сам процесс актуализации, сам процесс воскрешения воображения, сделанного сегодня, даже если вы не сделали ничего, это уже большой шаг вперед. Итак, что вы сделали сегодня? С какими сложностями и задачами вы сегодня столкнулись? Как вы их преодолели? Это сделав, какие возможности для вас это открывают? Какие выводы по сегодняшнему дню себе вы готовы дать? Что сегодня хорошего произошло? Что в дальнейшем выбираете вы, выводы взяв по сегодняшнему дня, привнести что в свои проявления и в свою жизнь? То есть даже вот эти базовые открытые вопросы можно взять, они более чем достаточны. И каждый раз на них отвечая, вы знаете, что вы отвечаете их и не только для себя, но и для другого. Друг друга таким образом подстегивая. Имейте это в виду. Далее. Итак, получается, что у нас? Следующий момент у нас, пятый пункт, он очень важный. Это у меня тут конспект небольшой под глазами. Знаете, нет, не синяки, а конспект под глазами. Да, вы о чем подумали? Я забочусь о своем теле, чтобы делать его союзником, а не врагом. Ваше тело живет свою жизнь. Смотрите, если вы будете распоряжаться вашими решениями так, что вы, знаете, зная заранее, что завтра вам рано просыпаться, поздно ложитесь, вы заранее не учитываете то, как у вас будут и какие приемы пищи и когда, то может настать такой момент, что ваше тело скажет вам, нет, я ничего делать не буду, я никуда не пойду, буду просто отдыхать и отстань от меня. Поэтому очень важно заботиться о теле своем, чтобы делать его своим союзником, а не своим врагом. В каждом из нас живет, надеюсь, я вас не обижу, у вас живет пушистая лошадка внутри вас или пушистая фея, ну короче, обо мне живет слепая рептилия, кровь зубов, которая стекает. Она ничего не слышит, она ничего не видит, ей миллиарды лет, скажем мы с вами здесь. И моя задача ее приручить и эту рептилию сделать своим союзником. Я это, помню, сделал. Вы, наверное, помните, когда была история, связанная с болячкой, которая гуляла по всей планете, и многие из нас сидели по домам, когда многие внешние, значит, общепиты, офисные даже здания, были заколочены деревянными досками изнутри и снаружи, помните? Ну так вот, у нас тогда сын был у бабушки, поехал в гости к бабушке с дедушкой, там с двоюродными братьями и сестрами, весело время проводил, в общем. Мы с супругой были дома, и у нас был такой распорядок дня. Значит, мы утром просыпаемся, у нас завтрак, потом каждый разбредается по комнатам, занимается своими делами, она своими, я своими, да, вот так дома. Я сажусь и пишу первый час учебного материала по фильму, например, по разбору фильма. За, допустим, там где-то там с 10 утра до часу дня. Потом у нас обед, мы вместе кушаем, обедаем, и моя внутренняя рептилия думает, что я заслужил еду, потому что часовой урок записал. Понимаете? Вот это делать свое тело своим союзником, да? Потому что если, завершив эту работу, еще и не покушать, а заставлять свое тело страдать, то рептилия внутренняя скажет, я больше не буду писать уроки, отстань от меня. Все-таки столкновение человека с ситуацией побеждает ситуация. Тело управляет мыслью, а мысли, наши желания – это следствие во многом химических процессов в организме. Да, в краткосрочном формате мы можем с вами силой мысли на что-то повлиять, но в долгосрочном формате тело зачастую побеждает. Далее по обедам мы отправляемся вместе этим, озадачившись в... Тогда еще доставки не были так популярны, как сейчас. Отправились мы погулять в магазин продуктовый, там по еде купить. Потом мы возвращаемся, значит, домой после обеда, прогулки и магазины, и продолжаем дальше заниматься своими делами. И вот уже на часах примерно 7 часов вечера у меня за плечами второй час учебного материала, я соединяю, публикую. Я помню, тогда много выпускал уроков в формате разборы фильма, примерно они там двухчасовые, чуть ли не каждый день или не один выпуск в два дня. Я публикую, у нас ужин, отдых и совместное времяпрепровождение, понимаете? Я сейчас что говорю? А моя внутренняя рептилия, она думает, что я заслуживаю еду за свою продуктивность, за вот снятые уроки, опубликованные. И формируется таким образом, этим позитивным подкреплением такая связка. И я даже, когда вам рассказываю об этом, эта рептилия внутренняя не слышит. Она до сих пор считает, что я получаю еду за то, что занимаюсь любимым делом. Видите, очень важно вот это, то, как вы ваше тело делаете своим союзником, а не своим врагом. Потому что если вы сделаете ваше тело вашим врагом, то вы проиграете. Вам, грубо говоря, сколько лет, вот вашей личности столько лет, сколько в паспорте написано, а вашему телу миллионы лет, извините. Поэтому это пункт пятый, что я делаю свое тело своим союзником, а не своим врагом. Это, конечно, сон, это питание, это физические нагрузки, это и сексуальная активность. На это все следует обращать внимание. То есть, то, как человек живет в сегодняшнем дне, это не тот образ жизни, под который проектировался наш организм. Имейте в виду, физические нагрузки в жизнь добавить крайне важно. Внимание ко сну, к питанию крайне важно. Далее, пункт шестой. Я превращаю время необходимого ожидания в полезное время. Ну, это, в принципе, очевидный пункт. Как пример из жизни разрешите, я расскажу, что я большой объем работы производил в неизбежной поездке в Сапсане. Сапсан — это поезд, который двигается Питер-Москва, Москва-Питер, и много различных дел я сделал там. Но к тому же и по чтению, и по конспектированию я прекрасно понимаю, в любом случае мне необходимо находиться в поезде, я еду. Это прекрасная возможность ехать из Москвы в Питер, из Питера в Москву за 4 часа. И это время необходимого ожидания, которое можно использовать с пользой, да, использовать с пользой, пользуясь временем неизбежного ожидания. Далее важный момент — это что я делегирую большим профессионалам делать то, что делать я не могу, дробь не хочу. Я сейчас расскажу. Некоторые, знаете, меня, бывает, узнают на улице на базе моих рилсов и каратулечек, которые регулярно я выкладываю. И даже и не знают о том, что есть такие объемные, насыщенные, большие уроки, в пространстве которого мы с вами сейчас повстречались. Ну так вот, эти рилсы, нарезаю каратулечки, минутные уроки, публикую каждое утро, уже больше года, кстати. Их нарезаю не я. Далее. Мне интересна эта тема. Их нарезает сотрудник, который является в материале и удерживает смысл. У меня большая библиотека уроков. И нарезает их сотрудник Елена. Большой вам привет. Приятно с вами работать. Благодарю вас от всей души. Нарезает. И самому делать мне легче записать вот такой урок, чем нарезать одну такую каратулечку. И получается, я делегирую эту задачу другим. Далее. По поводу работы над книгами. Я не сижу и не пишу книги вот так. Я вот так сижу и пишу конспекты, сценарии, занятий. Мне это нравится. Но по поводу книг. Я записываю уроки. И у меня есть сотрудник Ирина. Ирина, и вам большой привет. Это честь для меня работать с вами. У нас уже с Ириной сотрудничество более пяти лет получается. И я направляю Ирине ссылки на свои видео уроки. Задача Ирины. Близко к тексту превратить в... Близко к источнику превратить в текст, из которых как из глав потом я компоную книгу. Видите? То есть делегировать задачи, выполнять которые я не могу, дробь не хочу. Людям, которые с этим справятся лучше, чем я. Да. Ну и кроме того, есть спектр задач, которые я делаю сам, потому что мне нравится. Я сам готовлюсь ко всем урокам. Я сам их записываю. Я сам рисую к ним превью, описание, придумываю название. Я сам произвожу этот небольшой монтаж. Я сам согласовываю площадку, конференц-зал питания для занятий очных с практикой в Санкт-Петербурге и в Москве. Я сам заказываю билеты на САПСА, на самолет при необходимости. Мне нравится это делать? Нравится. И это не занимает много времени. Площадки, с которыми я работаю, они меня прекрасно знают. Райдер условия, детали, поэтому там минимальное время это требует. Мне нравится это делать. А вот то, что я прекрасно понимаю, я с этим и не справлюсь, и мне не нравится, и мне неинтересно, и я это сделаю хуже других, как превращение уроков в текст для создания будущей книги, и как нарезка вот этих коротулечек, рилсиков. Это делают люди, дорогие, ценные мне, честь, с которыми работать, для меня радость. Да. Далее, следующий момент, восьмой. Я объединяю активности, чтобы извлекать... А да, а как эти принципы и правила можете использовать вы? А то, знаете, я так рассказываю первое, второе, третье про себя, но я рассказываю про себя, потому что я показываю, как я сам эти правила применяю в жизни. Итак, следующий, восьмой пункт. Я объединяю активности. Объединяю активности, чтобы извлекать максимум пользы. Ну вот, допустим, есть у меня выпуск, подкаст с Элидаром Джараховым, и это прекрасный опыт, прекрасная запись выпуска с ним. Мне пишет его команда на предмет записи подкаста интервью, уже предложив какую-то дату. А я понимаю, что, чтобы записать в эту дату, мне необходимо будет специально приезжать в Москву и потом назад. А у меня уже запланирована там московская поездка на два дня, командировка, и, допустим, это суббота и воскресенье. И я приглашаю... Меня приглашают, давайте представим там день 15 апреля, и для меня есть необходимость специально на 15 апреля тогда поехать для записи этого подкаста интервью. А я вижу, что там 23-24 апреля у меня и так есть уже планы в Москве, и я приглашаю вот 23-24 апреля планы в Москве, 22-го или 25-го апреля поставить запись, чтобы объединить активности. Вы наверняка думаете, ну это очевидно, это же очевидны... Это очевидны, мои дорогие, правила, но многие им не пользуются. Да, а как это как? Нет, ключевым является то, чтобы озадачиваться тем, как я могу извлекать максимум пользы из того, чем и так планирую заниматься. Как я могу объединить активности в какой-то общий такой пучок, чтобы максимум пользы из этого извлечь. Правда же? Я бывает иногда люблю отправиться в спортивный зал, у меня, допустим, подтягивания, думаю, а какую-нибудь мудрую мысль вставлю здесь, запишу подтягивания, опубликую. И заодно классно любопытный интересный контент, так и еще и тренировку провел, так и еще столько радости и удовольствия от процесса. Правда? Далее, смотрите, девятый пункт. Если, смотрите, знаете, вот метафора здесь. Если все вкладываются в определенные акции, значит потенциал этой ситуации уже сгорел. То есть двигайтесь всегда против толпы. Если толпа начинает считать что-то выгодным и интересным, значит уже потенциал этой ситуации сгорел. Двигаться против толпы. Не делать то и так, как делают все остальные. Ну, например, в моем случае. Я с самого начала разрешал и разрешаю себе делать выпуски абсолютно любого хронометража. У меня есть выпуски более трех часов и более четырех часов, что не мешает им быть полезными и интересными, и для меня самого является ключевым получать удовольствие от процесса. Это еще примерно, допустим, семь лет назад, когда все шесть лет назад. Исключительно нужно записывать двадцатиминутные видики. Тридцатиминутные видики, иначе никто не будет смотреть, они будут плохо ранжироваться и так далее. Это сейчас очевидным является, можно разный хронометраж использовать, и это может не влиять на просмотр, и ключевым является то, насколько вы сами дорожите тем, что сделали. Это полезно, интересно и вдохновляюще. Но когда-то я помню, да я не буду делать, как все. Я буду делать, как нравится мне. Я буду делать, как нравится мне. И не буду заставлять себя делать, как все. А о чем это для вас? Позволить себе роскошь двигаться против направления толпы. Далее, по поводу... Следующий пункт, это десятый. Я автоматизирую процессы, чтобы не множить узлы в системе. Чем меньше узлов, тем надежнее система. По поводу автоматизации процессов. Как вы можете использовать этот пункт? Зачастую человек делает руками, ручками, то, что можно и ручками не делать. Но пусть это будет как открытый вопрос. А о чем он для вас? Когда я сказал, руками делать то, что можно не делать, это автоматизировав, бывает полезно чуть ли не раз в неделю задумываться вот о чем. А какие из процессов, которые регулярно я выполняю, я могу снять с себя. Ну и к тому же, сегодняшний день с его технологиями позволяет. Далее, одиннадцатый пункт. Я держу свое рабочее пространство в порядке, как внутренне, так и внешне. По поводу внутреннее рабочее пространство. Давайте так предположим, что это... Ну не предположим. Рабочее пространство держать в порядке. Внутренний компонент рабочего пространства – это рабочий стол вашего компьютера. А внешне – это то, где вы живете, как вы живете, что вас окружает и так далее. Человек может сказать, ну как это так, я люблю творческий беспорядок. И пусть это правило тогда будет полезным для тех, кто находится в этом беспорядке не потому, что он любит, а потому что, знаете, его тихо ненавидит, проживая привычные эмоции. Бывает ценно уделить внимание и время, чтобы навести порядок внутренне по папкам, документам вашего компьютера и внешне по вашему рабочему пространству. Ну, тут останавливаться долго не буду. Далее. Двенадцатый пункт. Я выполняю договоренности, которые заключаю. Я выполняю договоренности, которые я заключаю с другими людьми. Даже если нет наказания за невыполнение. Это важный момент. Во многом человек, он прямо пропорционален слову, которое он способен держать. Какие есть договоренности у вас? И смотрите, и вне зависимости от того, о ком идет речь. А то, знаете, если человек выполняет договоренности с президентом галактики, потому что, если он не выполнит, ему руку отрежет. Но если у него договоренность с уборщицей в офисе об оплате первого числа месяца, и он знает, что если задержит эту оплату, она ничего не сделает и все равно будет работать дальше. Не хочет же терять своего клиента. То получается грош цена такому человеку. Каждая жизнь человека обладает ценностью. И вне зависимости от того, с каким человеком, какого масштаба, какая у вас договоренность, выполнять крайне важно. Договоренности бывают подразумеваемые и выраженные. И важно еще здесь превращать подразумеваемые договоренности в явные. Ну ты там не парься, вместе работать начнем, там разберемся. Это мне не совсем подходит. Правильно ли я понимаю, что речь идет о том, что мы будем делать А в условиях Б за время С с оплатой Д. Так? Прежде чем сформулировать с вами договоренность о последующей работе, мне необходимо прояснить все детали от и до. То есть здесь я выполняю договоренности, которые заключаю с другими людьми, и я превращаю эти договоренности из подразумеваемых в явные. Далее, следующий момент, как тринадцатый. Я завершаю день вопросами себе. Два. Они важны. А, кстати, по поводу этих правил. Нет необходимости сразу внедрять все. Вы можете хотя бы одно из них взять и в жизнь добавить. Я завершаю день следующими вопросами. Как сегодня я продвинулся в профессиональной деятельности? И второе. Как сегодня я позаботился о себе? Как сегодня я продвинулся в профессиональной деятельности? Я записал, причесал и опубликовал этот урок. С одной стороны, это ораторская подача, это владение речью, это зрительный контроль, зрительный контакт. И этим уроком я обогатил библиотеку своих уроков, и я рад, чувствую радость от сделанного дела. А забота о себе для меня как звучала сегодня? Это внимание ко сну, это тренировка, это качественные, хорошие, прекрасные, спасибо огромное, три приема пищи и времяпрепровождения с любимыми, дорогими мне людьми. То есть вы, завершая день, да, словно есть мастерство, есть удовольствие, есть как вы продвинулись в профессиональной деятельности, чему вы обучились, что вы узнали. И есть момент, связанный с тем, что, а как вы сегодня о себе позаботились? Далее, четырнадцатый момент здесь. Я уверенно отказываю просьбам, которые не, выполнять которые я не могу, дробь, не хочу, даже если мне сложно отказать. Вот представьте, о какой эффективности будет идти речь, если человек является безотказным и живет в соответствии с программой «Я хороший, когда всем угождаю». «Я хороший, когда всем угождаю». Если человек является безотказным, то он под таким градом обязательств будет находиться и обязанностей, выполнять которые он и не может, и не умеет, и не хочет, просто являясь заложником необходимости быть хорошим в глазах других людей. И поэтому здесь я уверенно говорю, нет, тому делать что я не могу, дробь, не хочу, дробь, и мне это и неинтересно с долгосрочной точки зрения. И я в совершенстве владею, сюда же можно добавить четырьмя шагами без конфликтного отказа. В чем он заключается? Слушай, Альберт, а привези мне, пожалуйста, пять килограмм картошки в другой конец города. Тебе что, жалко, что ли? Ну, это как такой утрированный пример. Первый шаг – нет. Нет, я этого делать не буду. Шаг второй – аргументация. Это связано с тем, что доставка картошки вне моих профессиональных интересов. Шаг третий – это поддержка. Я понимаю, что тебе хотелось бы, чтобы кто-то тебя в этом поддержал. И шаг четвертый – альтернативные варианты. На мой взгляд, вот что может быть полезным. Нет необходимости все четыре шага использовать, вы можете на первом остановиться, но если вы дорожите этими отношениями, то четыре шага могут быть полезными. Имейте это в виду. Да ладно, приезжай, тебе что, жалко, что ли? В конце концов. Контекст можете додумывать. Скажу честно, сразу не приеду. Это связано с тем, что это не созвучно со мной, мне неинтересно этим заниматься. Понимаю, что тебе хотелось бы вместе провести время. Давай рассмотрим вот такие-таки варианты, которые могут подойти и тебе, и мне, и буду рад их вместе рассмотреть. Говорить здесь, что Альберт является какой-то бессердечной скотиной и совершенно не учитывает жизненные реалии, я у вас отнимать такую возможность не буду. Но я вам напомню, что о чем бы я ни говорил здесь, ключевая у вас задача – это адаптировать под свой индивидуальный стиль формат ваше понимание и вашу жизнь. Имейте это в виду, и ваш почерк. Да, ну вот это вот «нет» не обнадеживать, если заранее «нет», вы знаете, то «нет». Далее – это аргументировать, если вы дорожите отношениями, с чем это связано. Далее – это поддержать, я понимаю, что вам бы хотелось и для вас является необходимым. И четвертый вариант – это альтернативный вариант, если вы считаете необходимым. Ну вот, привези мне 5 килограмм картошки в другой конец города. Слушай, делать я этого не планирую, не буду. Вот, связано с тем, что доставлять картошку немножко не в моих профессиональных компетенциях, но понимаю, что тебе хотелось бы, чтобы я тебя в этом поддержал. И поэтому вот предлагаю, что сделать. Давай, завтра можно выделить время, а это будет стоить вот столько-то, и еще вот это, вот это, вот это будет необходимо учесть. Что думаешь по этому поводу? Ну вот, вы для себя адаптируйте. Пункт 15. Итак, пункт 15. Готовы? 15-й пункт. Смотрите, если корабль не знает, куда он плывет, он может проплыть тысячи километров, оставшись на одном месте. Факт настоящего предопределен видением будущего. И пункт 15-й. Я выделяю время, чтобы сформулировать для себя желаемый образ жизни. Если человек не знает, чего он хочет, он, как правило, просто будет жить в пространстве того, чего он никогда не хотел. И поэтому пункт 15-й. Я выделяю время, чтобы сформулировать то, как мне жить важно. То есть, сформулировать желаемый образ жизни. Сформулировать образ достаточно хорошей жизни. Никакой не идеальный день. Вот эта фантазия об идеальном дне вообще приглашаю вас убрать. А достаточно хорошей жизни. Образ достаточно хорошей жизни. Например, есть ли у меня в кармане все деньги мира? Нет. Являюсь ли я самым богатым человеком? Нет. Я далеко даже не какой-то там супер богатый человек. Нет-нет-нет. Благо, мне и семье хватает, да, чтобы решать хозяйственно-бытовые задачи. Чтобы кушать хорошо хватает. Заниматься любимым делом. У меня есть гигантское количество возможностей, реализуя которые, я смог бы зарабатывать гораздо больше. Но я этого не делаю. Потому что не все является созвучным моим интересом, моим ценностям. Но мне хватает, да, вот достаточно хороший образ жизни. Живу я в каких-то самых-самых-самых шикарных условиях? Нет. В достаточно прекрасных, хороших и приятных. Рядом со мной какой-то находится самый уникальный, идеальный тренажерный спортивный зал? Нет. Он достаточно хороший. Являются ли мои взаимоотношения с другими людьми самыми-самыми особенными? О, успешными. Нет. Они достаточно хорошие. Меня окружают люди со своими плюсами, своими минусами. Минусами. Я тоже сам. Являюсь ли я каким-то гениально-идеальным? Нет. Вот эти вот грезы. Я человеку, у которого есть какие-то плюсы и минусы. Да, многих моих уроков можно вообще докопаться. Бывает, я вообще двух слов связать не могу. Бывает, я вообще могу кого-то раздражать. И это абсолютно нормально. И это является для меня достаточно хорошей жизнью. То есть отбросить грезы о какой-то там идеальных фантазиях. А просто сформулируйте для себя, что значит для вас жить достаточно хорошо. А каждому утюгу в социальных сетях, который говорит вам, что если у вас нет яхты, то ты неудачник, просто выбросите эти слова и имейте в виду, что просто пытаются вогнать вас в чувство стыда и вины, чтобы вытягивать из вас там деньги, внимание и прочее. Поэтому пятнадцатый пункт. Сформулируйте для себя достаточно хороший, желаемый образ жизни. Это очень важный момент. Вы можете раз в неделю к этому возвращаться. Потому что этот образ, будучи сформулированным, будет влиять на те решения, которые вы принимаете сегодня. Потому что постановка целей. Цель это никуда, цель это откуда. Ведь ее для себя, когда вы формулируете, это влияет на то, как вы проявляетесь сегодня и сейчас. Вы, наверное, тоже думаете, что вокруг каждого из этих пунктов можно плясать и размышлять часами. Я с вами согласен. Но здесь у нас такой трогательный урок. Вы можете ставить паузу, когда посчитаете нужным и продвигаться дальше. Далее. Шестнадцатый пункт. Я смещаю фокус настоящего момента на долгосрочные эффекты касательно того, что я сейчас делаю. И этот пункт, знаете, как я расскажу? Вот я, например, у меня бывает кто-то может спросить. Альберт, ты работаешь над уроками, ты публикуешь, они не хитуют, не набирают много просмотров, но ты продолжаешь это делать. Во-первых, для меня просмотры являются не целью, а побочным эффектом, что я занимаюсь любимым делом. А во-вторых, по поводу этого правила, что я рассматриваю эффективность того или иного урока не в масштабах одного дня, а в масштабах пяти лет. Когда то, что вы делаете, вы это как бы оцениваете и рассматриваете не в масштабах одного дня, а в масштабах пяти лет. Идти в спортивный зал на тренировку или нет. Оценивать не в масштабах, ну я сегодня схожу в зал и сразу качком приду, а в масштабах пяти лет. А что если я проведу пять лет таким образом, что каждую неделю, ну или почти каждую неделю, у меня бывает не каждую неделю, у меня три тренировки в неделю. Поэтому здесь отслеживать и рассматривать результативность своих действий не в масштабах только сегодняшнего дня, но и с точки зрения долгосрочных эффектов. Далее, 17. Я приступаю к решению задач с нескольких подходов, а не пытаюсь все сделать с первого раза. А о чем это для вас? Знаете, иллюзия. Сейчас я с первого раза сяду и сразу сделаю гениально, идеально. Да нет, такого не бывает. Даже вот если взять формат разборов по фильмам, там можно отследить эволюцию, насколько сильно отличается там пятый выпуск от 155-го, как отличается 155-й выпуск от 255-го. То есть каждый раз несколько подходов, а здесь я считаю, что результатом сделанной работы является не только отдельно взятый выпуск, а и то состояние сознания, которое в себе я кристаллизую, работая над каждым из них. Вот это процесс. Не пребывать в иллюзии, что да и то, чем я занимаюсь сейчас, вот в какой роли вы меня видите, да, бывает спрашивают, а как ты так можешь параллельно мозговать, что сказать дальше, следить за движением своих глаз и к тому же воспроизводить речь достаточно ритмично, любопытно, интересно, вынуждая нас восхищаться. Так я в этом тренируюсь ежедневно и постоянно на протяжении на данный момент 10 лет. То есть вот, понимаете, приступать к решению задачи, не пребывая в иллюзии, что это раз вы все сделаете, а несколько подходов, несколько подходов. Далее, 18-й момент. Я создаю список незавершенных дел, пребываю с ним лицом к лицу и плавно над ним работаю. Если у человека незавершенных дел гигантское количество, которые воскрешают себя в его воображении, они будут вынуждать его даже руку не поднять над ними, работая. Но вот в этом направлении ключевым является сформулируйте для себя на листе бумаги все незавершенные дела, все невыполненные обещания, все вот процессы, которые работают у вас в диспетчере ваших задач, о которых вы думаете, наличием которых у вас перегружается ваша оперативная память. Поэтому здесь ключевым является даже уже большая победа сформулировать список незавершенных дел, сформулировать, спокойно на него смотреть, пребывая с ним лицом к лицу и плавно работая над ним, вы начнете замечать, что радости-то в жизни прибавляется. Далее получается, это у нас был восемнадцатый пункт. Далее идем. Девятнадцатый пункт. Я признаю свои ошибки и компенсирую нанесенный урон, не пытаясь вылезти сухим из воды. Ну вот представьте, если мы с вами согласовали встречу на 10 утра, я опоздал на 15 минут и начинаю ее как будто так и должно быть, а ни в чем не бывало, то это вообще ни в какие ворота не лезет. Ключевым является то, что если вы заключили с кем-то соглашение, договоренность, вы нарушили его, вы накосячили, важно признать свой косяк и компенсировать нанесенный урон, брать за это ответственность. Это во многом и есть то, что делает человека человеком, в том числе с большой буквы. Поэтому не пытайтесь выйти сухим из воды, потому что если вы накосячили, замалчиваете тему, это лишь вопрос времени, что вы начнете обвинять другого человека, что это он был в этом виноват, тотально утратив связь с действительностью. Правда? Далее. Я отказываюсь от целей и задач, в направлении которых я ничего не делаю, но в то же время разрешаю себе к ним вернуться. Вы на протяжении 10 лет тешите себя иллюзией, что когда-нибудь начнете изучать английский язык, например, и не приступив к этому, разрешите себе от этого отказаться. Я не буду его изучать, я отпускаю эту тему, но при необходимости разрешаю себе к этому вернуться. Далее. Важный момент. Сейчас уже как дополнительные опции пойдут, нумеровать их не буду, я что-то конструирую на ходу, что-то убираю из подготовленного заранее конспекта, но это важно. Я не позволяю другим держать меня в подвешенном состоянии. Да-да, нет-нет. Если не знаю, это нет. Не позволяю другим держать меня в подвешенном состоянии. Да-да. Нет-нет. Если не знаю, значит нет. Ну, знаете, чисто это бытовые примеры. Мы тут с товарищами, с друзьями, например, собираемся, допустим, там дом снимаем, будем весело проводить время, о том осем трещать, шутки шутить, там. Значит, и так далее. Что-то с нами? Да, отлично, тогда вот сюда вписывайся, вот здесь там по оплате, вот здесь орг детали. Нет, нет, ну нет так, нет, все отлично. Не знаю, слушай, если не знаю, то это по умолчанию нет, но имею в виду там до такого-то дня, такого-то времени у тебя есть возможность еще о себе заявить. Все окей, работаем дальше. Понятно, да? То есть не держу, не позволяю другим держать меня в подвешенном состоянии. Да-да, нет-нет, если не знаю, это нет. Вдруг это пригодится. Далее. Я работаю над тем, чтобы свое окружение сделать своими союзниками, особенно близких людей. Это очень трепетный момент, трогательный. Не всегда является он реализуемым для каждого из нас. Но очень важно близкие, чтобы люди были вашими союзниками. Ну вот представьте, если человек в профессиональной своей деятельности, там преодолевает препятствия, потеет, устает, а он приходит еще дома, ему мозги пилят просто потому, что он там живет. Знаете, и тут плохо, и тут плохо. И во многом это, дружище, это твоя ответственность организовать пространство поддержки в твоей жизни. А если ты сейчас говоришь, что это они виноваты в том, что не поддерживают меня, это не они виноваты, это ты, и все. Вот это важно учитывать. Никто, кроме тебя, не заинтересован в твоем процветании. Я говорю как есть. Ты ответственен за то, чтобы сконструировать в твоей жизни пространство поддержки. А иначе чуть-чуть удивляешься, что хочется подыхать как можно раньше. Что-то мы разлетовались под конец, но ничего страшного. Итак, далее. Что, знаете, вот сейчас такой, конечно, капитан, очевидность пойдет, но это крайне важно. Я нахожу в себе силы работать только над тем, на что повлиять я могу, и отпускать то, что вне моих сил. Да, это очень важный момент. Иметь мужество, работать над тем, на что повлиять вы можете, смирение, отпустить то, на что повлиять вы не можете, и мудрость отделять одно от другого. От меня ли зависит то, как будет протекать этот урок? Ну, конечно, от меня. Это от меня зависит, это моя ответственность. Но от меня ли зависит то, какую реакцию этот урок будет порождать там у внешнего мира с точки зрения его популярности, востребованности? Не от меня. Так что мне плакать об этом? Да какая разница? От меня зависит именно то, чтобы записать его в радость и в удовольствие, чувствуя радость от сделанного дела и озвучивая те смыслы, которые созвучны со мною до мозга костей. И это от меня зависит. Да и камеру поставить достаточно с хорошей картинкой, со звуком, и самому быть таким красивым и опрятным, да, прям вообще просто мужчина мечты. Это от меня зависит. Но то, как дальше эти пиксели знаний и смысл будут растворяться в тонкой, знаете, биосфере в том числе, это зависит уже не от меня. От меня зависит то, чтобы достать зонтик себе над головой и не промокать под дождем. Но не от меня зависит то, как двигаются облака и тектонические плиты. Поэтому это такой трогательный момент. Далее, следующее. С этого, конечно, можно было начинать, но я это важный момент скажу. Хотя бы на одну минуту в сутки я беру ответственность за свою жизнь на себя. Хотя бы одну минуту в сутки я беру ответственность за свою жизнь на себя. Это сильнейшее когнитивное искажение. Но одну минуту в сутки можно его удержать, и вас это искажение не разорвет, как капля никотина может разорвать хомяка, знаете. что ответственность это позиция в которой я считаю себя причиной всех следствий в своей жизни но одна минута в сутки это не аксиома это не так если человек оказался жертвой чрезвычайного происшествия он не является причиной этого следствия в своей жизни он заложник обстоятельств но одну минуту в сутки знаете рассмотреть словно событийный поток в своей жизни как нечто такое в порождение чего вы внесли какой-то свой вклад но помните мы не берем криминал мы не берем какие-то вопиющие случаи из жизни мы берем обычную бытовую жизнь человека может быть у вас есть с финансовой точки зрения проблемы в жизни не потому что начальник козел а потому что вы просто пока не научились организовать свое решение и время так чтобы иметь другие результаты далее я помню о силе маленьких шагов и не требую от себя быстрых результатов в быстрые результаты верят только глупцы которыми пользуются подлецы знаете есть такой движняк хочешь там разбогатеть запрыгивай вот сюда и все у тебя будет здорово это подлец который пользуется глупцами не бывает ни в чем и никогда никаких быстрых результатов как правило это кропотливая работа имейте это ввиду а если даже на человека и свалились некие быстрые результаты это оказалось некой моментом а на эти хрупкие плечи они скорее всего не смогут его удержать ключевым же является рассматривать происходящее не только с точки зрения момента сейчас но хотя бы с точки зрения какой-то линии времени перспективы правда и так поэтому да сила маленьких шагов и пожалуйста даже это важно не требовать от самого себя каких-то быстрых результатов именно сейчас и так есть но вот эти пункты да ну и помните человек существо социальное и во многом ваше благополучие зависит от тех кого выбираете вы держать от себя подальше а кого в свою жизнь приглашать и держать поближе это такая лирическая трогательная нота люди с кем вы взаимодействуете они что поддерживают и усиливают вас желание стремление там процветать развиваться усиливать себя или наоборот опустить руки и считать что уже все закончилось ведь во многом то что вы думаете чувствуете имеете и делаете это в какой-то степени тоже это как метафора в тему средне арифметическая вашего окружения вашей группы ритуальной с кем вместе вы исполняете этот танец знаете всматриваясь в глаза которых видите свое отражение с которым синхронизируетесь но и такая метафора в завершении этот урок является таким своего рода на вдохновляющим трогательным где-то отрезвляющим емким любопытным и интересным надеюсь смело пишите в комментариях что было для вас самым полезным этот перечень правил эффективности я не считаю самым каким-то особенным выдающимся но это достаточный принцип достаточный перечень правил который действительно может быть полезным для решения личных и профессиональных задач и помните вы сейчас получается находитесь в этой точке времени и пространства и теперь от вас зависит то как вы будете эти правила в жизни применять и то к чему они вас приведут держите меня в курсе ваших побед с вами альберт сафин до скорых встреч мои дорогие пока